Мы приехали с острова Пинанг в короткий отпуск на другой еще более популярный остров Малайзии Лангкави. Лангкави это архипелаг в Малакском проливе на северо-западе Малайзии, недалеко от границы с Таиландом, всего в 25 километрах, и расположен на расстоянии 30 километров от материка. Максимальная протяженность острова 30 километров. Население около 100 тысяч человек и порядка 90 процентов их малайцы. На острове нет высоких зданий. Мы были удивлены проехав однажды примерно 5-7 этажный дом где-то в центре. Остров произвел впечатление большой деревни. Хотя здесь есть условно столица, город Куах и маленькие города вокруг, но по ощущениям это все просто набор районов. Конечно есть немного отелей в несколько этажей, но их не берем в расчет. В основном остров состоит из одна-двух трехэтажных строений, маленьких магазинчиков, уличных кафе и рынков. Торговые центры есть, но также небольшие, супермаркетов мало. Кстати, посмотрите отдельное видео, где я показываю супермаркет и цены. Мы приехали во время большого мусульманского поста Рамадан, поэтому сталкивались с проблемой поездки в дневное время. Поскольку основная часть кафе открывалась после пяти вечера, соответственно приходилось искать, где пообедать, если мы находились не в самом центре туристической зоны. Конечно основной отдых на Лангкаве пляжный, но есть и достаточное количество очень достойных мест для посещения. О них я рассказываю в отдельных видео, так как например канатная дорога или тур на катерах заслушивают особого внимания. Нам очень понравился центральный парк Легенда Парк. Он большой, невероятно зеленый, со множеством разнообразных деревьев, растений, красивых птиц. Важно отметить, что большую часть архипелага занимает глобальный геопарк Лангкаве ЮНЕСКО. Единственный международный геопарк, который охватывает почти все острова и является первым в юго-восточной Азии. Поэтому природа архипелага настолько красивая и разнообразная, что вызывает сплошное восхищение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прямо рядом с центральным парком стоит и тот самый Орел, визитная карточка острова. Орел и правда красивый, очень гармонично смотрится на своем месте. Кстати, почему Орел? Да потому что Лангкаве переводится как Красный Орел. Именно такие орлы в большом количестве обитают вокруг них. По легенде, орлы, жившие на острове, спасли его жителей от внезапного нападения, предупредив о наступившей армии врагов. Все время, что мы были на острове, всюду было очень мало людей. Местных не было, так как мы попали в сезон Рамадан. А вот почему было мало туристов, мы так и не смогли понять. Так как погода в Малайзии всегда одинаково жаркая. Условно бывает сезон дождей, но это осенью. И не сказать, что дожди сильно мешают, поскольку быстро проходит и снова жарко. Некомфортно было из-за сильной влажности, более 70% всегда. Смотрите продолжение в следующей серии. Что касается цен в кафе, здесь дороже, чем на Пенанге раза в полтора-два. Если на Пенанге обед-ужин на четверых нам обходится в 70-150 ренгит или от 1000 до 2500 рублей в зависимости от места, то на Ланкаве выходило от 130 ренгит или от 2000 рублей. Продолжение следует... В целом отпуск получился очень насыщенным и нам не хватило 5 дней, чтобы полноценно накупаться и посетить все, что хотели. Кстати, температура воды была градусов 28, теплее, чем в душе. Вот такой он Ланкаве, обязательно надо сюда вернуться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!